Здравствуйте! Меня зовут Ирина Лутьянова, я библиотекарь 2-й детской библиотеки Петроградского района. И сегодня я хочу поговорить с вами об эстонском писателе Оскаре Луцсе и его замечательной книге «Весна». На родине произведения Луцса по-прежнему очень популярны, а вот у нас, увы, изрядно подзабыты. Кто такие Йозептолс, Арнатали, Таэлис Хуторарая? Для мам, пап, дедушек и бабушек наших юных читателей имена этих героев не пустой звук. Однако нынешнее поколение детей, вероятно, и вовсе никогда о них не слышали, ведь книги Луцса так давно не переиздаются. У книги «Весна» есть подзаголовок «Картинки из школьной жизни». И действительно, здесь не поднимаются глобальные проблемы, да и масштабных потрясений ждать не стоит. Это действительно калейдоскоп зарисовок из жизни школьников и хуторян маленькой эстонской деревни конца XIX века. Казалось бы, что у нас может быть общего с этими людьми? Однако, если вы, читая, оглянетесь на собственные школьные годы, вы наверняка вспомните, что и у вас в классе был кто-то похожий на Арнатали, Йозепа Таэлис, Туэлис или, быть может, Кира. А нынешним школьникам и вспоминать никого не придется. Они узнают себя сами. Главный герой книги Арнатали – очень правильный, романтический и раненый мальчик, впервые пришедший учиться в приходскую школу. Многое занимает его живой опытливой он помимо учебы. Как быть, если дразнят? Как обрести дружбу? Кем стать, когда вырастешь? Как общаться с девочкой, которая нравится? Выдать или не быть приятеля, совершившего дурной поступок? Но не только. В голове у Арны есть мысли и о вере, порочении, о справедливости, о жизни и смерти. Лаур, мудрый учитель приходской школы, наблюдает за Арну и не может не отметить, что Тауов все чаще посещает печальное настроение и старается не давать им пищу, дарит, например, мальчику скрипку на Рождество. Лаур опасается, что из Арны может вырасти грызный мечтатель, которого жизнь будет бросать из стороны в сторону, как лодка, лишенная руля. Среди других фалоритных учеников добродушный Толстяк Теннисон, вечно что-то жующий, Плакса и Ябеда Киир. Последний часто становится объектом продела главного зорняка класса Йозепа Толдса. Знаете, к примеру, какое имя придумал Толдс для Кристин новорожденного брата Кира? Колумбус Хризастонус, немного не мало. А уж до чего складно, у него выходят разнообразные фантастичные и жуткие истории про скальпы, индейцев, кости и мертвецов. Если образ Арны Талли выражает собой лирическую тему весны, то Толст, несомненно, отвечает за авантюрно-приключенческую. Ни дня без проделки, таков мог бы быть его девиз. Толст неоднократно стоял в углу в классной комнате и подвергался срочным наказаниям. Однако из школы все же не вылетел. Причина, видимо, в том, что не успевала изгладиться из памяти одна его проделка, как он заставлял окружающих забыть в ней, выкинув новую, а потом еще, еще и еще. Так, однажды Толст выиграл в лотерею пистолет, выстрелил из него и разбил окно в бане. А как-то принес в школу щенка, который, по его словам, умел плясать и бить барабан, и предложил Киру его купить. А раз зимой Толст подговорил ребят взять чужие сани и покататься с горки. Чем это закончилось, вы видите внизу слева. И хотя разговор у нас сейчас только о весне, невозможно не вспомнить о ее продолжениях. Лете, свадьбе Толсту, буднях, осени и зиме. Делаю я это только потому, что, как выяснилось, многие из тех, кто любит весну, даже не подозревают, что у них есть прекрасная возможность снова встретиться с ее героями. Однако нужно заметить, что относительно зимы у эстонских литературоведов есть сомнения. Дело в том, что ее рукопись спустя 40 лет после смерти Луца принес в музей писателя сын одного библиофила, тоже уже покойного. Книга была напечатана. Однако, действительно ли она принадлежит Перу Луца? Кое-где признаки его стиля ощущаются, но, увы, их очень мало. Нельзя также не рассказать о том, что в эстонской СССР паунверевские истории Луца были экранизированы, причем снимали их не где-нибудь, а в поселке Паламузы, прообразе в деревне Паунвери. Именно в приходской школе Паламузы в свое время учился сам Луц. И именно в стенах этой школы происходит часть действия весны. Что самое интересное, здание школы сохранилось. Вот оно. И в нем-то и проходили съемки. Еще один любопытный момент. Главные роли в первых трех фильмах исполнили одни и те же артисты. А поскольку снимались картины не одна за другой, а через значительные промежутки времени, актеры будто взрослели вместе с персонажами. А в этом году была экранизирована и спорная зима, что еще раз говорит нам о неубывающей популярности автора. И последнее. Как уже было сказано, Луца родился и вырос в деревне. Однако всю взрослую жизнь он провел в старинном университетском городе Тарту, где речки Эмма и Иги по велению Екатерины II должны укоротить свой бег. Здесь же находится и его могила. И если вы приедете в Тарту, то вдоволь налюбовавшись его красотами, загляните также и в дом-музей Оскара Луца. Он расположен по адресу. Улица Рия, дом 38.